Меньше двух недель назад на итоговом совещании комитета городского хозяйства БКС наряду еще с несколькими компаниями подверглась критике. Сети, изношенные на 80%, за год на них произошло более 140 технологических нарушений. На честных сооружениях нам показывают выполненные работы. На одном отремонтировали бытовые помещения для работников. Обошлось это в 5 миллионов рублей. Открылась раздевалка мужская, женская. Почти полгода мы ждали этого события. Были старые кабинки, старые полы, душевая. Рабочим уже невозможно было принимать душу, мыться после такой тяжелой работы. На другом отчестном сооружении дооборудовали лабораторию, провели ремонт в котельной. По утверждению директора БКС уже практически решено, каким образом будет производиться реконструкция системы водоканала. Предложение поступило от инжиниринговой компании «Синетик» представителей «Сименс» в России. В ближайшую пятницу пройдут переговоры, затем полгода на проект, а в Министерстве природоохраны уже имеются средства в размере 2 миллиардов 300 миллионов рублей. То, что столько много-много лет этому не уделялось вообще внимания, это неправильно, это безобразие. И особенно обидно слышать в залах администрации, например, или горсовета, когда говорят, они прокопали там полметра трубы. Ребята, мы не только этим занимаемся. Вот мы показали, чем мы... Это только одна часть нашей работы. За прошлый год на модернизацию и улучшение системы компания потратила 26 миллионов рублей. Уже запланировано проведение конкурсов по техническому обследованию сетей и созданию гидравлической модели. Улан-Уденский водоканал, с уверенностью заявил под занавес встречи Юрий Прозовских, станет лучшим в Восточной Сибири. Дмитрий Гомбоев, Борис Геленов. Новости дня.